Что год, автопарк особистого транспорта Жихарау Гомеля поширается, як выник, гэта спрыяю узрастанию заторов на дорогах. Не дохопу парковочных мест, а что самое головное, на жаль, по величиню колькости непрофессийных водителев, які часом не зусім корректно поводят себе за рулем. Миновита тому, подчас посяджения Гомельского городского совета депутатов, акцент робится на разгляд методов удосконаления навучального процесса и повышения якости подрыхтовки водителев. Выездное мероприемство провели на базе автошколы Гомель АблАутотранс. На сёне гэта однозлепших установ у своёй справе. Про гэта свечают такие показчики, як низкая варийность на протягу першого года после заканчения вучобы, а так само сдача на водительское посвеченец першого разу. Мы хотим посмотреть, увидеть, проанализировать причины тех проблем, которые на сегодняшний день имеются среди автолюбителей нашего города. Здесь работа поставлена достаточно качественная, профессионально. Мы и будем делать общие какие-то выводы и выработаем ряд рекомендаций, которые и направим для улучшения работы других автошкол. Зараз в областном центре наличивается 16 автошкол и тысяч жадающих отримать водительское посвечение. А же этажи в этом процессе не надзираются, бо гэты установы сдольные задоволять подобный попыт. Як свечает статистика, у сё частей вычиться приходят мужчины, одноколькость представительниц пригожих полового человечества так само не зменшается. Дорогие же, и те, и иншие освоивать мастерство кирования автомобилем выражают по разных причинах. Есть те, кому необходим автомобиль в настоящий момент. Есть те, кому необходимо выдвигаться на дачу, то есть в дачный сезон. Есть те, кто, отдавая дань моде, пошли учиться. Причём таких немало. Создавшие экзаменационных заданий у справа так само иди по-розному. Одным, простей, даётся теория, іншим – практичное кирование. У житии гэта немае великого значения, бо на дорозе усе ровны. И тут головная памятать не только правила дорожного руху, а ли быть отказным, дисциплинованным и готовым до того, что гэта зона повыше на небеспеке.